Сдача проекта. Это совсем короткий блок из четырех тестов, на которые вы не потратите много времени. Лицензионный ключ активирован. Автотест запускаем. Пройден. Ядро проекта не модифицировалось. Запускаем автотест. Ожидаем порядка десятка секунд, пока идет сканирование. Тест пройден. Введена информация об интеграторе решения. Нам нужно создать файл папки bitrix.php-interface с названием this-site-support.php, в котором будет написано, что этот сайт сделали мы, и можно дать ссылочку на страницу техподдержки, если такая есть. Сделали. Прокрутили экран до самого низа. Информация о нас и о техподдержке есть. Пройден тест. Введена информация о техподдержке проекта. От техподдержки мы дали информацию в предыдущем тесте. Так что этот тест тоже пройден. Можно только еще посмотреть, что даже при авторизации, когда выводится только одна форма, внизу также выводится информация об интеграторе и техподдержке. Тест пройден. Все обязательные и часть необязательных тестов пройдены. Выводится форма, где нужно указать, кто провел тестирование. Вводим. И далее можно сдать эти результаты тестирования в Bitrix, заполнив контактные данные вашего клиента, за что вы получите партнерские баллы, когда будет проведено анкетирование вашего клиента. Мы рассмотрели вариант тестирования, когда мы сдаем проект, который делался с нуля, с проектирования и разработки дизайна. Если мы развернули сайт на готовом решении, вы уверены, что его шаблонные компоненты ранее проверены и соответствуют необходимому качеству, мы не вносили правки в его шаблонные компоненты, то при тестировании можем пропустить первую большую группу тестов интеграция дизайна и разработка. Но остальные этапы пройти нужно. Даже если вы вносили правки в шаблоны, компонент готового решения, то проходить нужно все тесты. Это поможет вам выявить допущенные ошибки.